Аликс Прекрасно рассказал, что нужно быть понятным, а вот после того, как вы станете понятным, станет задача следующего уровня – стать первым. Игорь. Ты хорошо провел мостик. Спасибо, Аликс. Я не думаю, что вы испишите тетрадь. Я даже в этом уверен, что вы не испишите тетрадь с большим количеством индий. Я бы хотел просто, может быть, на каких-то ключевых вещах, которые достойны записи, акцентируют свое внимание. Есть очень много различных терминов, которыми занимается большое количество различных профессиональных спикеров, коучей, не знаю, там еще кого-то. И я попытался создать новую категорию. И я прошу прощения за то, что пополз мой keynote. Я уж не ожидал, что мне придется делать презентацию с PowerPoint, и тем более не видя слайды под глазами. Поэтому здесь написано, что я номер один в маркетинге, в клиент-ориентированности и вновь созданной мной категории номер один. Я действительно считаю, что не всем, наверное, нужно стать номером один. Такой вопрос мне уже задавали на моих семинарах. Но уж если вы этого хотите, то, наверное, вот тот путь, который я вам покажу, он, наверное, самый правильный. Я очень много прочитал, очень многих людей послушал. И мне кажется, что это, наверное, самая правильная технология. Ну, по крайней мере, если вы найдете более правильную технологию, дайте мне знать, я свою видоизменю. Я прошу не поднимать сейчас руки тех людей, которые выступали, потому что они однозначно считаются номером один в том, по крайней мере, в тех темах, на которые они выступают. Но кто в этой аудитории, вы можете в регионах тоже подвигать руками, я, правда, вас не вижу. Поднимите, пожалуйста, руку, кто считает, что он номер один в том, чем он занимается, в том, что он делает. Ну, вот в Америке, наверное, было бы больше поднятых рук. Ну, это неплохая статистика, я считаю. Но я думаю, что если мы сейчас подойдем к вопросу... А, блин, плохо, конечно, не иметь слайды перед глазами. Сейчас мы подойдем к этому вопросу. Я проведу мостик от своего вопроса к следующему слайду. Но немножко рекламы. Значит, поскольку я сегодня все рассказать не смогу. Ну, семинар, так сейчас пойдет по стране, я понимаю, потому что все-таки спрос на тему оказался достаточно большой. Москва, Киров, Санкт-Петербург, три города, в которых эти семинары состоятся в ближайшее время. И плюс издательство, ну, я не буду называть бренд этого издательства, зачем это ему нужно. Выйдет книжка, которая так и называется, номер один, как стать лучшим в том, что ты делаешь. Она выйдет аккурат под мой день рождения в конце марта. Поэтому, если вас зацепит эта книга, вот вам первая идея, тема, книгу лучше прочитать. Так вот, я провожу мостик между тем вопросом, который я задал, зачем быть номером один, зачем вам нужно это делать, вот этим вопросом, который вы видите сейчас на этом слайде. Зачем это нужно вам? Я могу здесь, не знаю, десятками загибать пальцы, но, наверное, любой из вас понимает все выгоды того, чтобы быть номером один. Выгодно и морально, и это выгодно материально. Ну, вот я даже просто скажу материально. Я не хочу называть, вот сколько стоит, предположим, два часа консультации со мной, потому что это очень многих людей расстроит. А самое большее расстройство возникает тогда, когда я говорю, что вы не можете попасть в мое расписание в марте этого месяца, или, скажем, в феврале-марте этого месяца. Это действительно расстраивает очень многих людей. Но вместо того, чтобы расстраиваться, нужно просто ститнуть зубки и поработать год, два, три над собой. Ну, вот я считаю, от года до трех это совершенно нормальный план работы. И все будет расти, и спрос на вас будет расти, и, соответственно, когда растет спрос, вы начинаете поднимать стоимость своих расценок. Неважно, что вы делаете, чем вы занимаетесь. Если вы продаете себя как наемный менеджер, ну, я тоже 15 лет проработал наемным менеджером, я точно так же с одной работы на другую переходил всегда с ростом зарплаты. Иногда даже в два раза. Что для наемного менеджера крайне высокий результат. А вот зачем эта компания интереснее? Вот этот вопрос уже интересный, потому что все скромно проходят эту тему. Вообще, любой руководитель, поднимите руку, кто руководитель, и у вас есть подчиненная. Я задаю вопрос, хотите, чтобы ваши подчиненные были номер один? Вы все, нет, 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 я не хочу. И я понимаю, почему. У вас начинает возникать ревность. А вдруг он, как Игорь Манн, будет уходить в другую компанию? А вы, знаете, вы лучше вспомните шутку. Она очень известная, американская. Ну, последний раз я слышал ее приписывают Брайан и Трейси, который, ну, вспоминает разговор двух топ-менеджеров американских. Ну, Брайан Трейси тоже у кого-то взял историю. Они друг другу говорят, ты, говорит, не боишься, что ты обучишь своих людей, и они от тебя уйдут? Говорит, нет, я больше боюсь, что я их не обучу, и они у меня останутся. Так вот, вопрос. Вот вы хотите, чтобы в вашей компании работали единички, я их называю, или, скажем, там, двоечники? Так вот, если мы посмотрим на цитату Генри Форда, которого уже очень-очень много лет, вы увидите, что самое главное в любой компании – это люди. Не финансы, не станки, а именно люди. И я бы на месте любого руководителя вот эту книжку бы закупал пачками и отдавал своим подчиненным. И более того, я бы жестко подходил к вопросу, ты не хочешь быть номером один? До свидания. Давайте я напомню вам такую известную притчу про человека, который собрал своих сыновей и дал им по прутику и сказал, ломайте. Те сломали легко, тогда он сложил прутики вместе и сказал, а теперь сломайте. Они хоп-хоп-хоп, не ломаются. Вот так мне кажется, что если ей компанию сделать номером один, она ни за что не сломается. Вот вам упражнение. Мы его сделали в издательстве с Мишей Ивановым, с нашим генеральным директором. Мы собрали список всех сотрудников, смотрели на каждого и просто быстро его поделили. Это номер один, номер два или номер три. И вот эта пропорция, сколько у тебя людей в компании номер один, сколько у тебя в пропорции людей номер два, и сколько у тебя в пропорции людей номер три, она очень многое вам скажет. Да, нечто подобное делал своей компанией Джек Уэллч. Он сказал, что в нашей компании есть звезды, их 10%, есть лузеры, тоже 10%, есть середнячки. Я готов там смириться с 80% середнячков. Но он расставался с лузерами. Он всегда, каждый год оценивая персонал, вот этих 10% слабейших увольнял. Поэтому, может быть, конечно, я понимаю, Россия такая немножко другая страна. Может быть, кто-нибудь напишет книжку «Как не стать номером три» после того, как выйдет моя книжка номер один. Тоже, кстати, неплохая идея. По крайней мере, тут вы тоже можете дать людям очень большое количество хороших советов. Так вот, логика понятна. Тогда в компании у вас очень много единичек, вы всегда стоите на пьедестале. Вы всегда первые. Но не может. Как вы думаете, угадайте. Вот мы, издательство, в котором действительно очень много людей, которые являются единичками в своем бизнесе, ой, в своей позиции. Действительно, мы имеем лучших сотрудников из лучших. Мы работаем 4 года подряд уже, мы работаем на падающем рынке. Книжный рынок падает 4 года подряд. Не стремительно, но падает. Там 10, 12, 15% рапортует статистика. Как вы думаете, в прошлом году, по сравнению с предыдущим годом, насколько мы выросли? Ну, блин, кто сказал два раза? Ну, оракул из вас плохой, но еще раз, я просто почему попросил повторить? Просто приятно. Просто приятно. Поточнее. Ну, вот это, конечно, вы уже взяли такую другую оценку, 65%. Еще раз, на падающем рынке. И когда меня спрашивают, почему, ну, конечно, мы используем все приемы маркетинга, которые можно. И те, про которые пишет Алекс, и те, про которые рассказываю я, и про те, которые рассказывают другие люди. И мы очень много учимся из тех книг, которые мы выпускаем, которые мы издаем. Но самое главное – это люди. Помните еще раз цитату Генри Форда. Поэтому еще раз, не надо стесняться делать ваших людей первыми. Я думаю, что этого достаточно. А теперь давайте… Блин. Здесь написано, что самое главное в маркетинге, но это моя формула успеха, я на своей памяти выступаю, Андрей, уже четвертый раз. По-моему, каждый раз в своем выступлении касается оно увеличение оборота или касается оно возвращение клиентов. Я все время говорю, что самое главное – это знать, что делать, знать, как делать и взять и сделать. Так вот, возникает вопрос, как? Как стать номером один первым в том, что ты делаешь или тем, чем ты занимаешься? Как? Ключевой вопрос. Вот ответ. Я любитель моделей, и эта вот модель, мне кажется, самая четкая и самая конкретная из всего того, что я видел. Вообще, в принципе, я модели-то еще не видел. Когда люди рассказывают про сам развитие, развитие самого себя. Итак, мы начинаем с того, что вы делаете, ставите перед собой цель. Ну, она может быть скромной, я хочу быть номером один. Но я имею в виду скромность с точки зрения продолжения этой цели. Номером один – это не скромно, а вот скромно. Если вы скажете, я хочу быть номером один в маркетинге, вам очень тяжело придется, потому что я никому не собираюсь отдавать то, что я получил. Но если вы сделаете так, как это мучает Роберт Блай в своей книжке «Как стать гуру за 60 дней», он пишет, возьмите отрасль и возьмите маленький кусочек маркетинга. Но, предположим, в маркетинге есть система маркетинговых коммуникаций. В системе маркетинговых коммуникаций есть пиар. Вот вы берете маленькую функцию пиар, а еще пиар можно поделить на онлайн и оффлайн. Вы берете оффлайн пиар, и вы берете отрасль, предположим, сельское хозяйство, и говорите, я хочу стать гуру оффлайн пиара в сельском хозяйстве. Все. Я думаю, что за пару лет вы точно можете стать гуру пиар-офлайна в сельском хозяйстве. Тут Блай абсолютно прав. Замахивайтесь на то, на что вы можете замахнуться. Я когда с людьми, которые говорят, что я хочу стать номером один, встречаюсь, консультирую, я всегда корректирую их цель. Люди либо слишком низко берут, либо слишком высоко берут. Точно по вас свою цель – это большое искусство. Второе – вы занимаетесь аудитом. Третье – вы занимаетесь развитием. Вы видите, что оно может быть профессиональным и личностным. И потом вы занимаетесь своим собственным продвижением или показываете результаты. Я эти процессы обычно параллели. Но я бы с точки зрения логики сказал, что, наверное, первично это заниматься продвижением себя, а потом показывать результаты. Но это логика. А с точки зрения здравого смысла я бы сказал, что, наверное, самое главное – показать результаты, а потом уже можно заниматься своим собственным развитием. Ну, давайте теперь пройдем по всем этим блокам. Что смогу, то расскажу. Понятно, что презентация, которую я делаю, мастер-класс, он на целый день. Там больше 600 слайдов. Здесь их, по-моему, около 90. И понятно, что очень многие вещи я не затрону. Но вот концептуально саму модель, как двигаться, вы поймете. Итак, первая – это цель. Очень многие люди живут без целей. Я просто не понимаю, чем это можно объяснить. Я даже ради интереса прочитал книгу, которая называется «Жизнь без целей». Автор молодец, он, конечно, хорошо подвел такую базу научную, что это надо отнестись к жизни буддистки. Вот тебя занесло в поток и тебя куда-то вынесет. Я надеюсь, что он много заработал на этой книге и действительно плывет по потоку. Все-таки я сторонник того, чтобы у человека была цель. Есть такое исследование. Оно было очень давным-давно проведено. Я даже не знаю, правда это или нет. Но, по крайней мере, когда ты его читаешь, ты вдохновляешься. Те люди, которые при обучении в Гарвард Бизнес Кул или в Гарвардском университете, точнее, ставили перед собой цели, те достигли гораздо большего. С точки зрения и того, что они достигли, и самое главное – с точки зрения денег. Поэтому обязательно нужно ставить перед собой цели. А еще хуже с тем, что ты достигаешь цели. Еще одна американская статистика. Только 8% американцев достигает цели, которые они поставили перед собой. 8%. Это американцы, самая целеустремленная нация в мире. Мне даже страшно представить, какой процент в России. Но мы понимаем, что очень маленькое количество людей ставит перед собой цели, а еще меньшее количество их достигает. Есть очень интересное предложение. Вот в большом мастер-классе я отдаю огромное количество различных приложений, программных продуктов, которыми можно легко пользоваться. Вот одно из таких приложений – это приложение, которое называется «10 лет», 10 years. Оно сделано японцем, но внутри вся начинка на английском, и она достаточно проста. Предположим, вам 30 лет, и вы видите все свои цели до 40 лет. И вы должны спланировать каждый свой год, поставив перед собой максимум. В год вы можете поставить перед собой 10 целей. И я, поскольку делаю это упражнение уже года два, я вижу, что, ну, по крайней мере, на следующий год цели понятны. Через год тоже какие-то цели понятны, а вот через два года уже все теряется в тумане. Но я считаю, что это неправильно. И на самом деле это очень хорошее упражнение, которое показывает, что у нас слишком краткосрочные цели. Живем мы долго, а цели ставим перед собой очень короткие. До Нового года, если мне не обманывает программа, которую я пользуюсь для подсчета, сколько дней осталось до того или иного событий, осталось 320 дней. Поэтому я считаю, что для того, чтобы ждать следующего года и снова поставить цели перед собой, наверное, смысла нет. Можно просто сказать, что хорошо, прям сегодня я вернусь к тому, чтобы поставить свои цели на этот год. И уж сколько там я пропустил, неважно. Я буду стараться, стиснув зубы, их достигать. Сейчас я покажу одну из самых важных цитат, наверное, всего семинара. Ну, тогда, когда мы говорим про цель, про блок, связанный с целью. Это цитата Марка Твена. Марк Твен, конечно, гениальный писатель, один из моих самых любимых писателей. Что он сказал? «День, когда вы родились и день, когда вы осознали, для чего вы родились, это два самых важных дня в вашей жизни». Ну, понятно, я сейчас спрошу у вас, когда ваш день рождения, все без запинки этот день назовут. Вот тут очень важно понимать, что был за день, когда вы поняли, для чего вы родились. Очень многие люди, не знаю, там, до пенсии доживают и этого не осознают. Это очень плохо. Поэтому я еще раз отмотаю назад, надо все-таки взять и проснуться. Пингвин прав. Американцы. Есть огромное количество систем ценообразования, целеполагания, про которые рассказываю на семинаре. Но я просто успеваю рассказать только про одно. Это японский подход, который называется «9 направлений». Понятно, что… ой, американский подход, который называется «9 направлений». Понятно, что направлений может быть больше, направлений может быть меньше. Но самое главное, вы должны не забыть не про что, когда вы занимаетесь целеполаганием для самого себя. Ну и понятно, плохо, наверное, человек, который что-нибудь рассказывает и сам этого не делает. Вот мой план на 2013 год, вот мой план на 2014 год. Я, опять же, вы понимаете, говорю про то, что есть 9 направлений, но у меня направлений поменьше. Я понимаю, что, может быть, моего семинара будет недостаточно, тогда я порекомендую две книжки, которые, я надеюсь, что у Валерии Николаевны они еще остались, которые точно заставят вас как-то, не знаю, засучить рукава и начать чесаться в отношении того, чтобы что-то со своей жизнью сделать. Очень прошу вас не ставить перед собой, особенно на определенных этапах, цели материальные. Американцы циничные люди, они все время призывают в своих книжках про то, что вы должны оцифровать свой день, оцифровать свой час. Я вот понимаю, сколько стоит мой час. Я посчитал прошлый год на свой доход, поделил, вернее, мой доход поделил на количество часов рабочих в прошлом году. Я, конечно, понимаю, сколько стоит мой час. Но вот когда ты понимаешь, сколько стоит твой час, американцы считают, что в этом случае ты начинаешь относиться более бережливо к каждому часу. А я считаю, что это, наверное, плохая штука. Еще раз, не на первом этапе это должно появиться, это должно появиться чуть позже. Более того, возникает некая демотивация, когда ты начинаешь читать какие-нибудь обзоры на сайте Работа.ру или, скажем, в газете «Элитный персонал», или видишь такие публикации, что Цукерберг за один день зарабатывает 6 миллионов долларов. И ты думаешь, блин, а кто я такой после этого? Хотя, еще раз говорю, что список вещей, которые бы ты хотел купить, не доход, а именно те, которые бы ты хотел иметь, на первых порах мотивирует. Я помню, когда мне было лет 30, у меня были длинные списки, чего я хочу купить. А сейчас я реально просто не знаю, чего я хочу купить. Общество потребления выжило из меня все. Еще очень важный момент. Когда вы начинаете подходить к задачке сделать себя номером один, вы должны честно признаться, что вы становитесь товаром. Но, в принципе, про это пишет Том Питерс, про это есть такая замечательная опечатка, сельское, тут написано, сельское лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство. Так вот, если вы товар, то вы должны себя продать, и вы должны начинать думать про определенные вещи. Ну, этот статус Ларри Кинга, что вы самый-самый важный товар. Если вы товар, то вы должны четко расположить себя на свой комплекс маркетинга, в котором, как в классическом комплексе маркетинга, есть составляющие. И, наверное, было бы интересно поподробнее поговорить про ваши точки контакта, но мы сегодня это практически сделать не успеем. Еще очень важный момент, часто люди забывают такую хорошую американскую поговорку, no pain, no gain, когда мы понимаем, что есть рои, то есть сначала возврат, скажем, есть инвестиция, а потом есть возвратная инвестиция. Ровно то же самое и в персональном маркетинге, или, скажем, в маркетинге самого себя, или в том, чтобы стать номером один. Вы не можете, не вкладывая, получить результат. Вопрос, что вы должны вложить. Вы должны вкладывать в себя деньги, и немало. То есть, мне, конечно, удивляет, особенно, когда я с Валерией Николаевной стою и книги продаю, как люди, подержав в руках книгу, и после того, как я говорю, что она зажжет, она классная, ее откладывают. Понятно, что вы не номер один, тест вы не прошли. Вы должны вкладывать в себя время. Вопрос, сколько времени вы выделяете на то, чтобы заняться своим собственным самообразованием. А усилия? Я просто хочу сказать, что есть очень хорошая цитата у Дэна Кеннеди, что у богатых людей большая библиотека, а у бедных людей большой телевизор. Поэтому я, может быть, конечно, вы сейчас вспомните, что я издатель, но я действительно хочу вас призвать к тому, чтобы вы читали больше. Вот это мой список почитать на февраль. Да-да-да-да-да-да-да-да, у меня неделя просто будет отпуска впереди, поэтому я успею, не переживайте за меня. Кстати, обратите внимание, что здесь пополам, то есть половина, слава богу, я, когда меня спрашивают, зачем вы открыли издательство, я обычно улыбаюсь и говорю, очень много денег на книги уходило. Но на самом деле, действительно, у меня уходит очень большая сумма денег, и для большого семинара у меня есть история про то, как мы пару раз ругались с моей супругой на эту тему. Теперь она мне такие шалости прощает. Аудит. Еще раз, вы должны были разобраться с целью, и, конечно, кроме того, что вы себе поставили цель стать номером один, вы должны ее декомпозировать. Я надеюсь, что у вас в голове отложилось. Теперь аудит. Аудит делается по вот этой схеме, она достаточно, я бы сказал, что тоже много времени занимает. Я про все рассказать не успею, но, как говорится, голопом по Европам. Первый. Нет, уже нет. Не успели сфотографировать? Ну, у вас же будет раздаточный материал, Андрей обещал. Да, будут. Самое главное, что вы должны сделать для себя, это свод-анализ. Поднимите руку, кто понимает, что такое свод-анализ. Очень хорошо. Если кто-то не знает, я не успею сейчас объяснить. Вот очень важно сделать свод-анализ для самого себя. Не для продукта, не для компании, а именно для самого себя. Я бы на месте, есть кто-нибудь из работы РУ, элитный персонал, или кто занимается работой с персоналом, подбор персонала. Вот сделайте такое упражнение. Кандидат к вам приходит на работу, а вы ему скажите, сделайте свод-анализ самого себя. Ну, если человек не знает, что такое свод, его брать на работу не надо. Вот сам ход мысли человека, да, как он начинает анализировать свои сильные стороны, слабые стороны, возможности, угрозы, он становится очень интересным. Я на большом семинаре рассказываю историю, что когда я был наемным менеджером, я сделал себе свод-анализ, через 6 месяцев я работал в Австрии региональным директором по маркетингу в регионе Центрально-Восточной Европы, Ближний Восток и Африка. То есть от момента, когда ты оснаешь свои слабые стороны, свои возможности, свои угрозы, начинаешь с ними работать, проходит буквально немного времени, и ты видишь совершенно другие результаты. Я работаю в Москве, директор по маркетингу, я работаю в Вене, региональный директор по маркетингу, 6 месяцев, а спусковой крючок именно свод-анализ. Поэтому, наверное, было бы здорово, я обращаюсь к тем людям, которые сидят в регионах сейчас, ну и понятно, что обращаюсь к каждому сидящему здесь, было бы здорово, если бы сегодня вы налили себе немножечко, лучше все это упражнение делается не на трезвую голову, налейте себе и обязательно выпейте хорошенечко, так накатите, как говорят, да, и после этого начинайте делать свод-анализ самого себя, не пожалеете. Игорь, как быть с теми, кто не пьет? Ну, я знаю, что примерно таким же воздействием обладает очень хорошая физическая нагрузка, только как только вы нагрузите свои мышцы, после этого совершенно по-другому начинает работать ваша голова. Но выпить лучше, поверьте. Следующая очень важная вещь, которую нужно осознавать в жизненный цикл продукции. Вообще в маркетинге, и когда я рассказываю про номер один, есть очень много параллелей. И ровно то же самое, как мы знаем, что жизненный цикл это моменты, через которые проходит продукт, вывод на рынок, рост, насыщение, спад, ровно точно так же проходит и ваша карьера. Игорь Манн, когда-то был никому неизвестным менеджером по маркетинговым коммуникациям, потом он бац, региональный, он потом директор по продажам, потом директор по маркетингу в компании Ellucian Technologies, потом он региональный директор в компании Avaya, работает в Австрии, отвечает за 68 стран мира. А потом бац, и начинается спад. Я снова возвращаюсь в Россию, и это семейная была, по семейным причинам. И я снова директор по маркетингу. Был региональный, стал опять директором по маркетингу в стране. Но потом опять никакой такой взлет из России, я теперь отвечаю за СНГ, потом маяча на горизонте, новый рост, можно отвечать за центрально-восточную Европу. Но тебе рано или поздно это надоедает. И жизненный цикл не обманывает. Ровно так же, как наша жизнь катится по такой накатанной картинке. То есть каждый из вас может легко понять, что ты находишься в стадии зрелости, а потом ты начинаешь, собственно, на стадии спада находиться. Поэтому главное себя поймать. В профессиональном смысле, когда ты ловишь себя, ты понимаешь, что нужно с этим что-то делать. И вот это очень важно. Если бы я сейчас попросил кого-то из зала подойти сюда и ткнуть пальцем, и сказать, где вы сейчас находитесь, вы скажете здесь, я вам реально завидую. Если вы скажете здесь, я бы сказал осторожней. А если вы скажете здесь, я сказал бы сочувствую. Это реально страшно поймать себя на спаде. Именно поэтому, Андрей не даст соврать, я каждый раз выступаю с новой темой, я вообще каждый год беру новую тему. Вот на протяжении 12 лет я каждый раз беру новую тему. Я знаю, какая тема у меня будет в следующем году. Андрей, я буду изучать ценообразование. Меня это очень зацепило. 27-28 марта. Хорошо, хорошо. В этом году мое увлечение это как раз номер один. Поэтому еще раз, не давайте себе заскучать. Ни в коем случае. И что для этого можно сделать? Конечно, когда ты работаешь в компании, возможности больше. Ты можешь делать вертикальную карьеру. Очень интересно, это понятно, да? Ты сейчас менеджер стал, директор. Можно делать горизонтальную карьеру. Это очень практикуют японцы. В России это не принято, а зря. Вот если у вас люди начинают скучать, вы их перебрасываете из подразделения в подразделение. Есть, можно путешествовать из отрасли в отрасль. Вот когда меня спрашивают, о чем я больше всего жалею, когда был наемным менеджером, я говорю, больше всего жалею о том, что слишком долго проработал в телекоме. Есть столько классных отраслей. Я не призываю к тому, чтобы быть летуном. Не было ни одной компании, в которой бы я работал меньше двух лет. Два-три года – это мой нормальный рабочий цикл. Можно очень много сделать для компании за два года. Кстати, сейчас еще больше, скажем, срок сократился. Калейни игрок, оно вообще, скажем, и полгода не работает, и ничего страшного в этом не видит. Баррикады. Можно работать на стороне производителя, можно работать на стороне поставщика, посредника, можно работать на стороне агентства, можно работать на стороне компании. Ну и последнее – это карьера собственник-наемник. Очень многие, я тоже ее сделал, я был когда-то наемником, теперь я собственник. Есть обратная сторона. На Западе очень часто люди, которые неудавшиеся собственники, приходят в наемники. И на Западе таких людей берут, а в России как клеймо. Ах, ты был собственником, мы таких не берем. Ну, мне непонятно почему, я ничего плохого здесь не вижу. Еще раз, у вас вариантов очень много, и можно, скажем, там, очень долго говорить о различных вариантах, но я думаю, что вот этого слайда вам больше, чем достаточно для того, чтобы понять, что можно, глядя на этот жизненный цикл, не заскучать. Поддержка. Это очень важный момент, потому что тогда, когда вы поставили перед собой цель и пошли к этой цели, очень важно рассчитывать на кого-то и понимать, кто вас подталкивает, а кто вас, наоборот, притормаживает. Есть очень хорошая книга Райса и Траута, «The horse sense. Чувство лошадей». По-моему, даже на русском языке ее кто-то издавал, я уже не уверен. Траут говорит, что есть шесть лошадей, которые будут двигать вас вперед, они перед вами. Ваша компания. Понятно, что когда я говорю, что я работал в компании Пупкина сыновья или когда я работал в компании TNT, разница, скажем, очевидна. ТNT все знают о Пупкина сыновья, но тоже все знают, но контекст другой. Ваш босс. Всегда старайтесь работать под человеком или на человека, который является для вас классным боссом. Он вас точно вытянет вперед. Это правило больших компаний. Если ты сделал ставку на правильного амбициозного босса, и ты достойный член его команды, он вырос, и он тебя подтянет за собой. Ваш друг, ваша идея, ваша вера. Я атеист, поэтому я сейчас про веру ничего не буду говорить, но американцы свято верят, что вера помогает. Если молиться, то тебе будет вести больше. В удаче верю. Вера – это персональное дело каждого. Ну и, соответственно, вы сами. Я бы добавил к этим лошадям три таких лошади от себя лично. Я считаю, что вашу группу поддержки могут еще поддержать семья, наставник и определенным образом, конечно, удача. Очень хорошая книга для тех, кто считает, что внутри своей отрасли он не может найти себе группу поддержки. Феррацци, конечно, здесь просто, не знаю, меня приятно удивил. Может быть, вы знаете Феррацци, как автора книги «Никогда не ешьте в одиночку». Здесь он раскрывает себя вот с такой неожиданной точки зрения. А так, очень интересная книга. Супруга. Я считаю, что за каждым… Есть такая фраза, и я под ней подписываюсь. За каждым успешным человеком, который чего-то достиг, стояла женщина, которая этого хотела. Поэтому я сейчас, конечно, сужу с мужской точки зрения, но точно так же я знаю, что ни один здравомыслящий мужчина не должен мешать своей половинке делать карьеру, если она этого хочет. Это уже женщина сама решает, что для нее является приоритетом. Семья или работа. Для мужчины это тоже болезненный вопрос, семья или работа, но я считаю, что я с огромным количеством людей деловых знаком, и мне кажется, что это некий миф, который зачем-то практикуется в прессе, когда нам говорят, что он успешный деловой человек, и при этом у него там все замечательно в семье. Но ты не можешь уделять время… Когда ты уделяешь время работе, ты не можешь уделять время семье. Что-то одно. Поэтому тут должна просто семья опрощать, понимать, и, конечно, ты не должен это использовать как оправдание, что ты вообще ничего для семьи не делаешь. Это очень болезненный вопрос, о котором я просто хочу упомянуть, но, конечно, развивать его сейчас времени нет. Ну и, конечно, удача. Я свято верю, что когда человек классно работает над собой, ему обязательно должно повезти. Я думаю, что многие из вас… У меня сколько времени, Андрей? 50-15 минут. Такая очень хорошая, мотивирующая история. Расскажу. Многие из вас, наверное, думают, что Игорь Манн, не знаю, родился гением, что у него IQ там зашкаливает и так далее. Я, когда заканчивал первый класс в школе, причем это была школа в Тольятти, где было первых классов 12, я читать не научился. То есть меня оставили на второй год. И папа спас ситуацию, он научил меня читать. Он был мастер спорта, пять раз выполнял мастера спорта. Вам лучше не знать, как он меня заставлял учить читать. Я до сих пор могу отжаться, но уже, конечно, не сто раз, как раньше, но 50 раз я точно отожмусь, если на спор. Сколько времени прошло. Но когда я пришел во второй класс, я читал быстрее, чем все второклассники, быстрее, чем все третьеклассники. Если бы еще четвероклассников привлекли, я бы их обогнал. Я до сих пор остановиться не могу, читаю все и читаю. Но это с точки зрения учебы. А вот про спорт еще более интересная ситуация. Вот действительно здесь все, что я рассказываю, сходится в этой истории. Еще раз, папа пять раз мастер спорта, мама мастер спорта. Я классика, яблоко от яблони далеко ябнулось. У меня ни один спорт не идет. Ни один вообще, вообще ни один. Меня в велоспорт, я не качусь. Меня на бег, я не бегу. Меня в бокс ничего не получается. И папа меня по блату устраивает в секцию самбо. Реально по блату. Брали только 12-летних. Мне было 10 лет. Меня отдают в секцию, естественно. Я там маты ношу, не знаю, на мне приемы отрабатывают. Такая вот, не знаю, история. Вот реально просто вот... Если вы сейчас думаете, что сейчас там гадкий, не знаю, там, утенок превратится в лебедя. Нет, 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 нет. Я догоняю 12-летних, приходят 12-летние, и я по-прежнему прихожу на соревнования, и я все время проигрываю. То есть вот я приезжаю на соревнования или прихожу на соревнования. Первый круг, второй круг я два раза продуваю и вылетаю. Ну и отец занятой человек, он в какой-то момент улавливает эту ситуацию, он говорит, где результат-то? Но я понимаю, что ты тогда был меньше, а сейчас ты такой же, как и твои, там, не знаю, соперники по группе. То есть разницы в возрасте нет, у тебя даже опыт есть два года. Где результаты? Результатов нет. И отец меня нагружает физически, он начинает меня заставлять отжиматься, приседать. Я каждый раз 5 километров бегал, когда из школы приходил. Физическая подготовка приходит, но результата нет по-прежнему. Прихожу на соревнования, первый круг, второй я продуваю. И отец говорит, слушай, дело не в физике, дело в настрое. И дает мне прочитать книгу Мартин Иден. Это Джек Лондон, это тоже мой любимый американский писатель. В двух словах, если кто-то не читал Мартина Идена, а имеет смысл. Мартин Иден, парень, американец, живет в каком-то городке. Его обижает хулиган местный по имени Масляная Рожа. Мартин Иден вырастает, крепнет, возвращается в город, встречает замечательную девушку Руфь. Идет с ней по городу после театра и появляется Масляная Рожа с группой отморозков. И они, конечно, начинают приставать к Руфи. Мартин Иден, как джентльмен, начинает за нее ступаться. Начинается драка. Мартин Иден в драке ломает правую руку и потом левой на морально-волевых забивает Масляную Рожу практически до смерти. Хэппи-энд. Ну, потом, конечно, не хэппи-энд. Я думаю, Джек Лондон сейчас переворачивается, как я это все пересказываю. Но примерно канва такая. И отец говорит, воля. И я говорю, понятно, воля. И начинается, значит, опять прихожу. Первая схватка, вторая схватка я продуваю. И вот день че. Отец уехал в командировку. Мама меня на завтрак кормит чем-то. Я собираюсь на соревнования. Иду на взвешивание. И она говорит, помоги мне плиту отодвинуть. Уронила там ложку. Я начинаю отодвигать плиту. И поскольку комфорт еще не остыла, я обжигаю, страшно обжигаю руку. И, соответственно, мама мне перевязывает. Я говорю, мам, я не пойду. У меня же рука обжжена. Она говорит, давай, давай. Еще раз, мама мастер спорта. Она выгоняет меня. Я прихожу. Рука левая обмотана. Соответственно, я думаю, ну, сейчас у меня, по крайней мере, все обстанования проиграть. Я прихожу, взвешиваюсь. И, значит, соответственно, с обреченным видом жду первого круга. Обеляет первый круг. На ковер приглашается Игорь Манн, Вася Пупкин. Я прихожу, обреченно, думаю, сейчас продую и уйду. И объявляет, Вася Пупкин. Вася Пупкин. За неявку противника на ковер победа присуждается Игорем Манну. О, блин, какое-то сладкое чувство, когда твоя рука поднимается вверх. Я до сих пор помню. Я, значит, такой гордый собой. Второй круг. Второй круг. Количество участников нечетное. Мне не достается пара. Ну, так бывает. Третий круг. Я прохожу в третий круг. Меня встречает мой тренер. И он говорит, ты что здесь делаешь? Он привык, что я пришел и ушел. Я говорю, Игорь Иванович, я вообще, говорю, еще ни одной схватки не проиграл. Я в третий круг прошел. Он офигевает. Он ведет к судейской коллеге. Он смотрит на результаты схваток, улыбается, показ мне палец. Подходит и говорит, ну ты главное тогда стой. Следующий круг, и выходит парень, который, ну не знаю, такой, я с ним боролся уже и все время проигрывал. Я выхожу и понимаю, мне надо стоять. Я стою, он начинает меня бить, бить, бить ногами, там, что-то делает. Ему дают, господи, предупреждение за агрессивную борьбу. Я стою, как камень, поэтому мне скоро дают предупреждение за пассивную борьбу. Ему снова агрессивная, мне пассивная. И потом, значит, хоп, они начинают подводить итоги. Судья, время закончилось. У всех по два замечания, но у него было первое замечание. Поэтому я победил. Полуфинал. Вот тренер подошел в полуфинале ко мне и сказал, Игорь, вот стратегия правильная. Он говорит, просто стой и не падай. Вот дальше было как в тумане. Полуфинал, финал. Я занял первое место. Ирония судьбы, я после этого не проиграл ни одной схватки. У меня было 47 схваток, я 47 раз побеждал. 48-я схватка, я проиграл, по мнению судей, я бы мог стать мастером спорта. Но я успел за это время коротко выполнить даже КМС. Но отец был абсолютно прав. И я свято верю, что вот если ты начинаешь работать над собой, и тебе чуть-чуть везет, или, как говорят, везет тому, кто сам везет, все будет. Должно просто количество. Помните, я бегал, я отжимался, делал упражнения на пресс. И плюс отец меня там постоянно прокачивал. Оно обязательно переходит в нужный тебе результат. Я в это верю. Вот вам моя история. Развитие. Это самый большой блок. Я сразу же могу сказать, что если вам казалось, что я сейчас быстро там рассказал про цели и так далее, вот примерно сколько занимает каждый блок на семинаре. И большая часть, 70%, как раз посвящена развитию. Я вообще вам ничего не расскажу. Я вам только покажу, по каким направлениям каждый человек должен развиваться. Есть профессиональное развитие. Оно делится напрямую по специальности и по смежным специальностям. Есть личностное, которое тоже делится на два блока. Давайте эти блоки я вам покажу. Сначала профессиональное. Лучше вас не знает никто. То есть когда ко мне приходит человек, ну если человек из маркетинга или из продаж, я понимаю, о чем с ним поговорить. Но у меня был человек, который сказал, что я хочу стать номером один. И такая тема была, я просто совершенно ее не понял. Я поэтому говорю, ну вы лучше, чем я, знаете, как вам накачивать себя профессионально. Просто вопрос, как это делать. Есть очень хорошая книжка, которая вышла у нас, выдающиеся результаты. Грубо говоря, образование важно, но очень важно. Нескончаемое самообразование. Вы должны читать, вы должны учиться на конференциях, на мастер-классах, как вы это делаете сейчас. И вы должны еще иметь наставника и осознанную практику, которая вас учит чему-то каждый день. Помним про правил 10 тысяч часов. Оно говорит о том, что если вы хотите чему-то научиться, вы должны этим заниматься 10 тысяч часов. Но абстракция, я посчитал, сколько это будет на калькуляторе в годах, это получается, если каждый день по 8 часов 3,5 года. Я знаю, что есть люди целеустремленные, которые готовы чем-то заниматься по 10-14 часов. Реально можно за год, за полтора. Смежное развитие. Опять же, лучше вас никто этого не знает. Если я занимаюсь маркетингом, в маркетинге есть очень много различных направлений. Я должен разбираться в CRM, я должен разбираться в мотивации, я должен разбираться в продажах. Иначе, ну, какой же я специалист по маркетингу. Ну, и, конечно, очень важны коммуникации. Я их показываю просто списком, их 10. И каждую эту коммуникацию или каждый этот навык вы должны замечательно прокачать. Вот на семинарии, в книжке я рассказываю, зачем вам это нужно, как это улучшать. Даю какие-то конкретные советы, потому что, предположим, я научился слушать благодаря одному простому трюку с ручкой. Вот есть ручка, есть навык научиться слушать. Все. Буквально пару дней практики, и я просто стал суперспециалист по тому, чтобы научиться слушать других людей. Ну, и, соответственно, я говорю о том, что нужно прочитать и что нужно делать, или, скажем, у кого можно поучиться, для того, чтобы стать в том или ином направлении суперэкспертом. Навыки. Их тоже очень много. И, конечно, про все эти навыки, опять же, говорить, говорить, и ты не наговоришься. Мне иногда и чувства дня недостаточно для того, чтобы все это рассказать. Но самое главное, когда вы видите, что таких вот навыков всего, там, 10 плюс 19, 29, вы должны понять, что конкретно нужно вам. Предположим, вы не умеете выступать, или, предположим, вы не умеете делать презентации, или, предположим, вы работаете в компании, и вы абсолютно слабый политик. Поэтому вы четко должны понимать, что у вас плохо, стиснуть зубы и работать по определенной схеме с этими навыками, додачивая их до совершенства, до мастерства. Очень важно показывать результаты. Россия циничная страна, и так же, как в Америке, тебе говорят, покажи мне деньги. Поэтому самое главное, если вы начинаете говорить о своих результатах, вы должны показать, что вы что-то заработали, или, скажем, вы кому-то что-то сэкономили. Но понятно, что не все люди могут измерить свои достижения в деньгах, поэтому появляются некоторые другие вещи, которые можно хвастать. Но, предположим, можно похвастать местом в каком-то рейтинге. Или, скажем, я очень горжусь тем, что я, когда служил в армии, я, конечно, был классным сержантом, я даже был старшим сержантом, но потом меня разжаловали до младшего, и потом я снова стал сержантом. Но у меня были все возможные награды, кроме правительственных, отпуск на родину и так далее, благодарственные письма и часы. Вот у меня были именные часы, и я хочу сказать, что, конечно, я очень долгое время гордился этими именными часами. Конечно, Том Питерс абсолютно прав, который сказал, что это мои проекты, но было бы здорово, если бы вы могли ответить на вопрос, чем вы гордитесь. Вот этот вопрос, который я, когда задаю на семинаре, я заставляю людей, вот я очень не люблю делать паузы в своих выступлениях, но здесь я конкретно говорю, подумайте и скажите мне, чем вы гордитесь. Раз, два и три. И поверьте мне, правильный ответ на этот вопрос может помочь вам сделать следующий шаг или следующие шаги в своем собственном продвижении. История жизни. Два года назад приезжал Филипп Котлер, я был ведущим мероприятия. Меня попросили организаторы, чтобы я поужинал с Филиппом, но так приспособился к нему. Мы ужинаем с ним, я был и Андрея еще Рукавишникова, и он спрашивает меня, Андрея Рукавишникова, чем вы гордитесь. И вот от ответа на этот вопрос очень многое зависит. Я сказал, я горжусь раз, два и три. Он говорит, да ну. Я сказал, что моя гордость, это книга «Маркетинг без бюджета», которая стоила 300 долларов. И Филипп смеялся, сказал, ну хоть там 20 штук продали. Я сказал, 900. Он умножил 900 на 300 долларов и пожал мне руку. И после этого он пригласил меня выступить на первом международном маркетинговом саммите в Бангладеше. После этого появилось его предисловие, ну скажем, автограф, отзыв на книжке. Вот очень важно иметь ответ на вопрос, чем вы гордитесь. Очень многие люди не знают, как отвечать на этот вопрос. Когда вы наемный менеджер, вы сто процентов должны знать ответ на этот вопрос. А знаете еще, когда вы не наемный менеджер, и вас, ваш ребенок спрашивает об этом. Ну буквально там пару месяцев назад у меня была такая ситуация, я же не знаю почему, какой урок в школе был у моей дочери, и она пришла и сказала, папа, а чем ты больше всего гордишься? Тут, конечно, не забыть, надо упомянуть, что ты гордишься дочкой. Это понятно, да? А то она обидится. Но с профессиональной точки зрения это действительно очень важный вопрос. Ошибки. Я считаю, что очень многие люди могут гордиться ошибками. Это очень правильный подход тогда, когда вы начинаете гордиться ошибками. Конечно, нельзя наступать на грабли постоянно. Есть такая шутка, что есть два типа грабель. Те, которые чему-то учат, и мои любимые. Вот ни в коем случае нельзя наступать на грабли второй, а тем более третий раз подряд. Я понимаю, что я уже выбиваюсь из график, поэтому эту историю смахиваю. И последний блок – продвижение. Продвижение вы должны отдавать. И я говорю о том, как это делать. Но, извините, продвижение вы должны очень много делать для того, чтобы продвинуть себя самого. И в книге я про это пишу, и на семинаре я об этом рассказываю. Но сейчас я про маркетинг, про продвижение себя самого в офлайне, в онлайне рассказывать не буду. Я просто хочу сказать, что вы не должны забывать отдавать. Здесь все способы, с помощью которых вы можете отдавать. Наверное, самый крутой, и это действительно доказательство того, что вы чего-то достигли, когда к вам приходит человек и говорит, я теперь хочу, чтобы вы были моим наставником. Вот я помню, что Анатолий Дураков был один из первых моих учеников. И я помню, что где-то года через четыре Анатолий растерянный позвонил и сказал, Игорь, а что мне делать? Ко мне пришел человек и говорит, станьте моим учителем. Я в шоке, 4 года назад я сам об этом тебя просил, а теперь кто-то просит меня. Я говорю, Анатолий, начинай отдавать. Поэтому еще раз, просто не зажимайте в себе то, что у вас есть, отдавайте. Вы будете отдавать это за деньги, или вы будете отдавать это как-то бесплатно. Мы предложим, у меня практика, я бесплатно не делаю ничего. Но я всегда бесплатно выступаю в вузах. Пригласите меня в любое высшее учебное заведение, и я обязательно выступлю там, если, конечно, я смогу, по графику своему. Я обязательно выступлю бесплатно. Иногда я делаю вещи достаточно альтруистские. Если кто-нибудь следит за моим блогом, вы, наверное, это видели. Ну и вот вы на финишной прямой. И я еще раз хочу напомнить, что если вы хотите добежать до позиции номер один, нужно запастись терпением, нужно запастись волей, и нужно просто побежать. Бежать лучше по схеме. Еще раз, схема. Цель, аудит, развитие, продвижение и результаты. И я просто хочу закончить такой очень мотивирующий. Это классный чувак. Я был у него в Шиндлерхо в гостинице в Германии. Просто классный предприниматель. Конечно, просто я хочу сказать, что если вы около бизнеса, связанного с обслуживанием гостей, нужно обязательно побывать у Клауса Кобьела в гостях. В одной из его книг я нашел замечательную цитату. Читаю. Каждый человек время от времени зажигается, выдушевляется. У одного воодушевления хватает на 30 минут, у другого на 30 дней. Но добиться чего-то в жизни удается только тому, у кого воодушевление длится 30 лет. Длится 30 лет. Поэтому я очень надеюсь, что вы сможете воодушевиться моим выступлением, моей книгой или моими семинарами. И воодушевитесь темой номер один, потому что это действительно выгодно и в моральном, материальном смыслах. И тогда, возможно, мы с вами где-то на маршруте, на вашем маршруте как-то пересечемся. Все. Большое спасибо, Игорь. У нас есть еще 5 минут на вопросы. Игорь, короткие вопросы. Вот кривая жизненного цикла ваша. Вы вице-президент по маркетингу компании Арктел. Это какая точка на кривой? Это была сниспадающая. Но к этому моменту очень важно понять, что у меня уже было издательство. То есть уже я поработал в издательстве 3 года. Мы уже просто прошли такой период, когда издательство было понятно будет жить. И я ушел из издательства и стал работать на других. Мне просто стало скучно. А сколько циклов вы с кривой стагнации или спада вверх взлетали? Два раза. Нет, сколько я взлетал? Ну, в смысле, да, опять. Очередной раз стагнационный или спадающий? Один раз это был наемный менеджер-собственник. И все, один раз получается. И еще один момент. Резюме многофакторного многолетнего американского исследования. Только 2% на теление земли способны к самостоятельной интеллектуальной деятельности. И 3% к несамостоятельной интеллектуальной деятельности. Прокомментируйте, пожалуйста. В принципе, считается, что 5% людей могут быть предпринимателями. Поэтому у меня серьезные советы тем людям, которые смотрят на вот эту возможность сделать карьеру. Когда я говорю наемник, собственник, я всегда говорю, что сто раз подумайте. В нашей стране особенно быть собственником крайне тяжело. Поэтому это не очень сладкий хлеб. Не очень. Когда я выступаю перед студентами, я всегда даю совет, что не надо становиться предпринимателями. Лучше станете хорошими белыми воротничками. А потом вы станете очень хорошими предпринимателями. Добрый день. Скажите, пожалуйста, сколько по времени у вас занял путь с того момента, как вы были менеджером, до того момента, как вы осознали, что вы стали номером один в маркетинге. И скажите, какой это был возраст у вас? Я начал работать. Я закончил вуз. Вуз плюс два года – это у нас армия, сколько же мне тогда было? Двадцать, наверное, один, двадцать два. Три года я проработал в вузе преподавателем, это было двадцать пять. То есть я начал работать в двадцать пять лет, если не считать вуз и армию. С двадцати пяти лет. И, наверное, в Австрию я уехал, когда мне было тридцать три. То есть получается, что, наверное, достаточно у меня быстро карьера развивалась. Восемь лет. Игорь, добрый день. Ощущение номер один – это оценка все-таки со стороны или внутреннее? А, это внутреннее. Ну, вы знаете, на самом деле, я бы сказал, что, конечно, здорово, когда это подтверждается внешними. Я в книге пишу про внешние подтверждения того, что я номер один. Но очень тяжело, предположим, когда я говорю, что я номер один по клиент-ориентированности, у нас вообще никто вот этой темой практически не занимается. Я знаю пять лет человек, который этой темой занимается. Я просто сравнил с теми подходами, которые есть у них, со своим собственным подходом, я лучший. А номер один, ну, поскольку я создал новую категорию, кто еще номер один, как не номер один? Дмитрий, то, что я услышал сейчас, я понял, что вы идете по другому пути, решили идти по другому пути, как спикер. Вы пошли в личностный рост. И тот продукт, который я сейчас услышал, это очень большой массовый продукт, с которым вы сможете собирать стадионы. Вы к этому готовы? Нет, 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 не готов. Ну, если вы соберете стадион, я приду. Отлично, договорились. Все, спасибо. Я палец о палец не ударил для того, чтобы... Еще раз, для меня номер один это хобби. То есть для меня любовь всей моей жизни это маркетинг. Так уж просто получилось, что меня один добрый человек спросил, как я стал номером один в том, что я делаю, а у меня получился очень хороший ответ. Грех было бы про него не рассказать. Но, знаете, это как в фильме «Почему-то здесь стреляли», поэтому «Почему-то здесь позвали». Еще один вопрос, и на обед... Можно... Когда можно записаться, и где будет ваш семинар? А вы из Москвы? Да. В Москве 26 марта. Вы можете прямо зайти на мой блог www.igory-man.ru, и там прямо баннер висит. Спасибо. Когда соберете стадион? Однодневное, однодневное. А можно последний вопрос? Да. Вот на вашем графике, когда вы наверху зрелость, вы понимаете, что потом дальше идет уже спуск. То есть вы ставите для себя какую-то новую цель, и идете дальше. То есть продолжаете график. Так я правильно понимаю? Но помните, я говорил про то, что можно делать горизонтальную карьеру. Когда я в маркетинге, как мне показалось, достиг всего, я ушел в клиент-ориентированность. Потом я ушел в интернет-маркетинг. То есть просто начинаешь расширять зоны, которыми ты занимаешься. А сейчас я начинаю заниматься, как вы говорите, личностным ростом, предположим. Не скучно. Вот ей богу не скучно. И ты просто ощущаешь, что ты сначала стартуешь с нуля, то есть в этом ты ничего не понимаешь. А вот ты на какой-то относительно вершине. И ты просто опять перепрыгиваешь на другой низ и начинаешь снизу верш. Ну, во-первых, давайте поблагодарим Игоря Мана. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok